Музыка Ну получилось так, что я один там малолетний был и брал все на себя, как бы, ну по тем условиям, что вот там ты малолетка, там тебе ничего не будет, максимум года два отсидишь. Приехали, позвонили, будем здесь живы, да, здесь, ну и проедем ровно, да. Музыка Ну на воле-то охота все равно, здесь сидишь, время такое свое теряешь. Канская воспитательная колония на языке заключенных малолетка. Сейчас здесь находится 224 человека, это подростки от 14 до 18 лет. Больше половины из них сидит за тяжкие и особо тяжкие преступления. Убийства, нанесения телесных повреждений, грабежи и разбои. Шесть часов утра. Общий подъем по громкой связи. Потом зарядка в свете прожекторов и под надзором воспитателей. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Для Игоря Воронова, в отличие от остальных заключенных, это утро за два года и девять месяцев особенное. Оно здесь последнее. Накануне суд принял решение освободить его УДО, условно-досрочно, на один год и три месяца раньше. Свой срок за убийство Игорь уже отсидел. Он попал сюда в 15 лет за то, что топором зарубил отчима. Говорит, тот пьяным избивал мать. Сын решил ее защитить. Мама уехала в Хакасию жить, к своим родителям туда. Но я буду сейчас с отцом жить в Красноярске. То есть мама как бы тебя не поняла, получается? Нет, она мне почему поняла? Письма писала, простила. Сама виновата была. Мне сейчас очень жалко, просто на самом деле тогда зря так все было сделано. Можно было по-другому решить это все. А как? Ну, не знаю. Ты же, Горь, пытался решить? Не понималась. Все равно убивать не стоило. В отличие от Игоря, который сел за свое первое преступление, Ваня Челпанов уже рецидивист. Три года восемь месяцев ему дали за последнее преступление – грабеж. Вместе с друзьями забрал у прохожей женщины золотые украшения и сотовый телефон. До этого было еще четыре серьезных правонарушения, за которые Ваню не посадили только потому, что ему было всего 12. Подросток говорит о том, что в 14 уже наступает уголовная ответственность, и он может получить настоящий срок. Просто не думал. Пацаны сбили, подрезали. Зачем? Ну, как, зачем? Не знаю даже. Вообще без причины, что ли? Ну, под спиртным были, все. Гараж ограбили. Кролику вытащили там, кур. Зачем? Все. Ну, не знаю, надо было продать там, деньги все равно же. Ну, все, и обратно поймали. Слушай, тебе вот не страшно было, или ты не думал просто об этом, что тебя могут, по идее, вот закрыть? Даже как-то не думал даже про это. Здравствуй, мама, у меня все хорошо. И чуть ниже. Мам, приедь ко мне. Эти слова адресованы женщине, фотография которой хранится в альбоме вместе с изображениями сегодняшних друзей. Мать, сестра, брат. Ждут? Конечно. Деньги, ты так от Ваньки пришли, с колонии, слышишь, хотят поговорить с тобой. Ванина мама открывает не сразу. Соседи по общежитию говорят, что она в очередном запое. Общаться с нами уже немолодая женщина соглашается только без камеры. Обычно не пьете? Не, ну почему? А за три месяца напилась. Да, конечно, вы сейчас меня снимете, интервью возьмете. Я это все понимаю. Да, Ванька, хороший мальчишка. Если бы не друзья, у него была бы жизнь нормальная. Сейчас хорошо, все друзья там сидят. Психологи говорят, что в немотивированной детской жестокости, которой с каждым годом становится все больше и больше, виноваты взрослые. Половина из воспитанников в Канской колонии имеют серьезные проблемы с психикой. Некоторых лечит медикаментозно психиатр. Сказывается плохая наследственность, доставшаяся от беспробудно пьющих родителей. Многих подростков уже в 15-16 лет самих кодируют от алкоголизма. И все попадающие сюда стопроцентно нуждаются в помощи психолога. Родители не привили. Вот это, наверное, взаимоотношения в семье были. А дети не смотрят с рождения. Они будут так же относиться к ближнему, к тому же животному, как относятся у них принято в микросоциуме, в их семье. Соответственно, и далее, если они будут в каком круге общаться, они видят это общение. Они подражают. Дети пока еще подражают. Это физиология детская. Я считаю, что все-таки многое зависит от общества. И во многом ожесточило общество. Они борются в этом социуме. И они понимают, что здесь нужно выживать. А как выживать, их еще тоже общество не научило. Смотрите в одном из лучших кинотеатров России. Смотрите в луче с 4 октября. Она работала в бутике в Бирюлёво. Анастасия Заворотнюк в экшене Кот Апокалипсиса. Телефон автоответчика 661595. 4 октября 661595. Смотрите в одном из лучших кинотеатров России. Смотрите в луче с 4 октября. Она дрипала ему не только нервы. Смотрите развод комедии «Девушка моих кошмаров». Телефон автоответчика 661595. Цифровой звук и изображение 66-15-95 Не знаю, так мы правильно бабушке подарю сувенир Шкатулка для бабушки и рамки с фотографиями Больше брать домой Игорю нечего За полтора часа до освобождения вместо темной казенной одежды На нем уже оранжевая футболка и такие же шорты Перед выходом на волю в светлое переодеваются многие Еще одна традиция – посиделки напоследок с друзьями В кружках исключительно чай За ним разговоры о будущем Кто-то может с презрением относится к таким людям Но кто-то понимает, что все в жизни бывает Но можно нелепо попасть в тюрьму Главное сделать правильные выводы об этом Ну а побывать здесь не надо, если я что-то возьму, выйти Да я там такое, всякое отсидел срок Ничего хорошего в этом нет Там на воле лучше Такое событие Молодец котовки перебирает Алексей Дудин – один из тех, про кого говорят, из благополучной семьи Рассказывает, что родители были в шоке, когда узнали, что их сын сначала сам избил и ограбил одного сверстника, а потом навел еще и на другого Алексей говорит, что деньги у него в общем были всегда Но в тот день их не хватало На чужие 5000 рублей вместе с друзьями они неплохо отдохнули в бильярдном клубе В итоге Алексею дали 4 года 2 месяца лишения свободы Как-то вроде бы все хватало Ну глупый год Часто умеешь? Да Конечно жалею, что делать Сколько год уже ничего нормального не вижу каждый день, одно и то же Кругом одни и те же лица, надоедая сильно Решетка, заборы Без ведомого сотрудника ты никуда не пойдешь Все надо, чтобы кто-то знал Спокойно, ну не расслабишься даже, не поспишь днем Ранний подъем, в 10 отбой Дети из нормальной, хорошей семьи, это редкость, но бывает такое попадает Тогда недостаток родительского внимания, скажем так Ребенка воспитывают улицы То есть родители у нас, понимаете, сейчас такие социальные условия, что родители для того, чтобы вырастить и воспитать нормального ребенка Должны просто работать И на своих детей у них просто не хватает времени 14-15 лет Это еще ребенок, ему нужна помощь, нужен контроль, где-то нужен совет, где-то нужно помочь в трудной ситуации Потому что дети сначала делают, потом думают, как правило На этой неделе в Красноярске побывал экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов Один из сеансов одновременной игры он дал 22-й женской исправительной колонии города Красноярска Дмитрий Хакимов без преувеличения местная звезда Ведет новости на кабельном телевидении В школе в прошлом году получил звание лучший ученик года В начале этого учебного года в числе 16 заключенных уже успел поиграть в шахматы с многократным чемпионом мира Анатолием Карповым В колонию подросток попал за убийство 18-летней девушки Получилось вот так, мы пили на даче и там что-то они поругались Девчонка с этим подельником Он ее зарезал, ну и он помогал, помог только скрыть следы все Убрать кровь, инструменты все спрятать, которые у него происходило Когда на ИВС попал, мне сразу сказали, что лет 8, не меньше Я уже рассчитывал на 8 лет Уже настроился на 8 лет Когда мне зачитали приговор 6,5, я в каком-то смысле рад был Я освобожусь и, допустим, пойду учиться в 18 лет, в 11 класс, в вечернюю школу Вы же сами знаете, какой контингент сейчас на свободе Я просто не выдержу, если будут попрекать что-нибудь Я просто не выдержу, у меня нервы сдадут Вот и все Это так часто бывает, кто много сидит Возвращение на свободу бывших детей заключенных и их адаптацию в обществе Сотрудники колонии называют главной нерешенной проблемой Сейчас редко кто из осужденных отбывает свой срок полностью Почти все выходят условно-досрочно Закон в этом смысле гуманен несовершеннолетним преступникам И за хорошее поведение или по амнистии их отпускают раньше Вот только на этом вся гуманность государства и заканчивается Дальше кто как может В результате к нормальной жизни возвращается только треть всех воспитанников Остальные идут снова убивать, воровать и грабить Воспитатели уверены, что процент рецидива может быть меньше Потому что это все-таки дети У многих еще не все потеряно в жизни И им, как и в глубоком детстве, просто помочь некому То, что мы начинаем здесь прививать То, что что-то зацепится У каждого человека что-то есть в душе Смысл в том, что они выходят с благими намерениями А на воле, вот в основном Особенно кому уже под 18 лет выходят Судимость есть С работой трудно На такую нормальную работу их сильно не хотят брать И получается, что опять рецидив, деваться некуда Выход, на мой взгляд, я считаю Это, учитывая зарубежный опыт, это создание службы пробация Которая конкретно будет заниматься несовершеннолетними после освобождения Которая будет полностью отвечать за их дальнейший путь С момента того, как они освободятся из мест лишения свободы У нас этого вообще нет? У нас есть У нас есть много организаций, которые занимаются Но такой единой обобщенной организации Которая бы несла полную ответственность За несовершеннолетнего У нас нет Решетки, колючка и полная несвобода Большинство из тех, кто уходит отсюда Говорят, что сюда они никогда не вернутся Тем не менее, возвращаются многие Потому что, как это не парадоксально и дико звучит Годы, проведенные в детской колонии Это лучшие в их жизни Заглышок Вороной Нет, вы же из-под вороной Несколько решеток Ляс замков И длинный коридор до двери на свободу Ну, как это все объяснить? У меня сейчас еще взрослый на самом деле Собрался мыслями что-то сказать Вообще, я не могу Как подходят? Ой, я не могу Как правило, освободившихся детей по домам Где их никто не ждет Разводят сами сотрудники колонии Таких, как Игорь, за которым из Красноярска Приехал его родной отец Здесь провожают с особой надеждой О, ты что, я бабе не могу О, ты видишь будешь С Игорем Вороным Мы встретились за два дня До выхода программы в эфир За две недели после освобождения Ему удалось найти работу Ну, на станке фрезеровщиком работал Ну, образование есть Строили По словам Игоря, пока его не было Изменился не только город Стали другими друзья Стал другим он сам Первые дни на воле оказались очень сложными Страшно было дороги переходить Все на тебя смотрят Ну, вроде машин нету Тебе страшно их переходить Ну, вообще выходишь Там контингент маленький Ну, по сравнению Который здесь выходишь Здесь больше миллиона человек Неуютно себя сначала чувствуешь А потом нормально Сейчас к себе домой Игорь возвращается Всегда до 10 часов вечера Пока не погашена условная судимость Его могут прийти и проверить Поэтому никаких ночных развлечений Пока Игорь живет один Но 18-летний молодой человек Уверен, что это совсем ненадолго Я женюсь В этом году На девушке на колонии О своей избраннице Игорь сказал только Что с ней он был знаком Еще до того, как попал в колонию Другие подробности Он попросил оставить за кадром Другие подробности Субтитры сделал DimaTorzok